С дозволения Всевышнего Аллаха продолжаем чтение книги Единобожия. Мы остановились с вами на последнем хадисе в главе о том, что пришло, то есть на тему заклинаний и амулиетов. Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Ухаб «Варуа Ахмаду ан Руэйфи' «Кал, قال ли Расулу Аллахи салла Аллаху алейху ассаляму». Имам Ахмад передал хадис Руэйфи' «Что он сказал, что мне сказал посланник Аллаха салла Аллаху алейху ассаляму». «Я Руэйфи' «Ла'алла лхаята са татуулу бика «фа Ахбери лнаса анна ман агада лихятahu «ау такаллада ватаран «Ауистан джа абираджи айда аббатин ау азмин «фа инна Мухаммадан бари ун мин».» Говорит о Руэйфи' «Хорошо, наверное, ты проживешь долго». Или же, то есть мы говорили с вами раньше, по-моему, о том, что «ляалля» в текстах шариата не значит «наверное», «быть может». А между ты проживешь долго. Если посланник Аллаху алейху ассаляму сказал, значит, Всевышний Аллах сообщил ему об этом, и человек проживет долго. И так и было, об этом придет, инчалу, у нас. Хорошо, поэтому передай людям, что если кто-то будет заплетать свою бороду или же носить ожерелье из тетивы, либо же подмываться высохшим навозом или же костью, то от такого человека, то есть или же к такому человеку не причастен Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму. То есть или же мы не причастны к такому. Руэйфи ибн Сабит аль-Ансари. Кто такой Руэйфи? Руэйфи ибн Сабит аль-Ансари. Один из мединских сподвижников. Да, сподвижник, посланник алейху ассалату ассалям. То есть он был правителем в Бурка, местности Бурка в Египте, хорошо, еще во времена Хулафа. То есть кто такие Хулафа? Рашидун, то есть четверо, четыре Халифа. Кто-то, что за четыре Халифа? Абубакр, Омар, Утман, Али. И умер он там, в этой местности, хорошо, и он долго-долго жил. Даже, если я не ошибаюсь, в некоторых версиях сообщается, что он самый последний из подвижников, кто умер. Или же есть кто-то другой, И тогда пророк, алейху ассалату ассалям, сообщил хорошо о том, что он проживет долго. То есть пророк, алейху ассалату ассалям, сказал о том, что он проживет долго, и это действительно так и случилось. То есть здесь у нас одно из указаний на пророчество Мухаммада, саламу алейху ассалям, то есть то, что пророк, алейху ассалям, говорил о том, что будет. раби, и оно случается таким же образом. И это из тех вещей, которые сообщил ему Всевышний Аллах, субханаху, вот так. Ученые советуют вот эти звонки и так далее на телефоне ставить, хорошо, то есть как обычный старый телефон там и так далее, чтобы не было в них музыки. Хорошо, чтобы не было там какой-то мелодии, песни, музыки и так далее и тому подобное, то, субханаху, иногда случается в мечети молишься и как будто бы кто-то хорошо MTV включил там и так далее. Аллаху Акбару включает какой-то и Аллаху Акбару там идет, короче, на всю мечеть. Это неправильно, хорошо, то есть и так же неправильно ставить себе на звонок или же, то есть Азан, например, или же Кур'ан, или же приложение, которое сообщает тебе о том, что зашла молитва и начинает Азан там кричать, это не совсем правильно. Хорошо, то есть и случилось у меня такое дело, я некоторым братьям рассказывал об этом. У меня сломался телефон, и мне брат этот самый подарил другой и прислал его с одним из моих друзей, который должен был прилететь. А он прилетал как раз на Дауру Шейх Ассаля Аль-Хусейми, которая в Медине была. И мы приехали, поселились со студентами, я братьев не знаю, ну как бы каждый, то есть нас поселяли вместе, то есть каждый, то есть кто, как говорится, с кем попало и так далее. И братья привезли мне этот телефон, а у меня уже мой, ну прям вообще мертвый был, то есть ничего с ним нельзя было делать. Я быстренько поменял сим-карты, думаю, новый телефон, ладно, второй оставил, если вдруг какие-то файлы нужны будут, и новым по поле, то есть использовал. Я это сделал, положил его на кровать, пошел, то есть, врать омовение, там и так далее, своими делами заниматься и возвращаюсь, и прям музыка у нас играет в комнате. И я думаю, Аллаху люди к шейху приезжают на Дауру, аудзу биллях, думаю, субханал, музыка на телефоне. И у меня прям такое мнение уже, я думаю, ну буду пытаться там про братьев хорошо как-то подумать, но думаю, аудзу биллях, думаю, ну ладно, надо как-то, то есть настроиться сейчас спокойно, чтобы не кричать, там, на сейха дать брату, чтобы он подумал. Думаю, как здесь не крикнешь ты, субханал, к шейху на уроки едешь, талиб, такие вещи. Открываю и думаю сейчас, что все там, я на всех сейчас таким злым взглядом посмотрю, и они все поймут, а все недовольны, на меня смотрят. И не могу понять, думаю, я-то что, и смотрю, что этот играющий телефон, это мой телефон. А я даже не знал, то есть, я просто все карты поменял, и на музыку ничего не менял, и потом весь красный, братьев, объяснял, я говорю, я субханал, а вас думал, как раз, это я, говорю, олень такой субхан, не поменял. Братья, говорят, субханал, мы тоже удивились, говорит, вроде бородатый такой, весь в платке в хамисе приехал, говорит, и музыку слушает. Аллаху алимусу. Говорит пророк Алейсалатусам, дальше, говорит пророк Алейсалатусам, так сообщи же людям, в этих словах довод у нас на что? На донесение знаний. На что на донесение знаний? Что ты узнал что-то? Донеси это до людей. Посланник Алейсалату Алейсалатусам, сообщает ему хадис и говорит, донеси это до других людей, которые придут после, то есть ты проживешь долго, не будет меня, не будет остальных и так далее. Доноси, объясняй это, учи этому людей. Также здесь указание на что? На распространение акиды, потому что эти вещи, то есть некоторые из них связаны с чем? С вероубеждением человека. Также здесь указание на призыв к акиде, хорошо, к правильному вероубеждению, и также, то есть порицание ширка. И то, что на человека возложено это бремя, хорошо, то есть этот аманат возложен на человека. То есть он не может от этого избавиться. То есть оставить людей, чтобы они все впадали в ширк, хорошо, то есть какие-то скверные убеждения и так далее. В то время, как он молчит. И потом еще говорит, что ну оставьте, люди же собрались нормально, то есть ладно, зачем вы делите людей, сейчас вы будете про свою акиду говорить, и люди все разойдутся. Сейчас видишь, Машаллах, какой хороший джамат. Как один брат рассказывал, когда пришли в мечеть одну, хорошо, и попросили имама, можно мы у вас три основы будем, то есть обучу людей и так далее. Он говорит, нет, не надо мне этой вашей акиды. Говорит, у нас, аль-хамду-ля, джамат хороший, здесь все молятся, улыбаются друг к другу, а вы приходите, говорит, и потом люди делиться начинают. Конечно, начинают. Этот приходит ширк, мушрик, этот приходит шиит, рафидит, как он где-то еще кто-то и так далее и тому подобное. И ты хочешь, чтобы мы все, ну, говорит, все же улыбаются, дружат друг с другом. Зачем вы сейчас пройдете со своим убеждением? Субханаллах. Таким образом пришел посланник Аллаха, саллаллаху Аллаху али-саллаллаху, в то время как все были дружные, хорошо, мир, дружба, жвачка, ширк и так далее, у людей, ау-зу-билля, и тогда пришел посланник Аллаху али-саллаллаху, и начал призывать, тоже неправильно что-то сделал. Аллаху али-саллаллаху али-саллаллаху. Тамам. Они говорят, что давайте лучше говорят с коммунизмом или же еще с чем-то, хорошо, то есть с какими-то другими скверными вещами, какими-то грехами и так далее, с этим воевать и так далее. Игорь, зачем вам ширк? Хорошо, Субханаллах шейх говорит, разве есть что-то хуже ширка? Разве есть что-то хуже ширка? А ширку, вот, шейх здесь почему говорит, то есть, как говорится, каждый хорошо говорит о своем. Шейх почему говорит о том, что, то есть, действительно, Ихвану аль-Мусульмин в арабских странах известны тем, что они что делают? Они опровергают всяких либералов или же, то есть, коммунистов и так далее и так далее. В то время как на самом деле они сами им ковровую дорожку стерят. Хорошо, то есть, это все ложь, они, то есть, их, как говорится, везде сами привели и как будто бы на людях опровергают, говорят, аута билля, поэтому ты не видишь у них четкого такого опровержения, хорошо, то есть, чтобы, как говорится, по полочкам, по полочкам разложил и так далее. Вот это, аль-Мусульмин, нет проблем, ничего. Хорошо, то есть, поэтому, то есть, проблема в том, что, конечно, человек на безучность, То есть эти вещи они делают специально хорошо, как будто бы явно, чтобы люди думали, что вот как бы он на нашей стороне, хорошо, он же вот про либералов там такие-то вещи говорит и так далее, но ты не увидишь у этих людей, чтобы они четко говорили, что любой человек, который призывает к демократии и так далее, или же желает поменять хоком шариата на демократию и говорит об этом, что этот человек кафир и так далее, нет. Они говорят, что это там ауду билля, как можно быть недовольным и так далее, но ничего, как говорится, четкого по факту у них не бывает в алияду билля. Поэтому шейх говорит, они вот так говорят, оставьте ширк, занимайтесь вот лучше этим, этих людей, которых они специально поставили, чтобы, как говорится, занялись ими, а их тоже опровергаем, какая разница. Они такие же, сабханамушрики, как и другие, которые вместо какой-то могилы взяли себе демократию божество. И как про них постоянно шейхи говорят, что эти либералы, у них, сабханаллах, свобода слова до тех пор, пока человек не заявляет о своем исламе. Все остальное, свобода слова, любая, любой ширк, куфр, беда и так далее, все свобода слова. Сунна нет, говорит, вы нас хотите вернуть назад и так далее. И также они уважают все религии, ведь мы либералы, ведь мы, то есть за свободу слова и так далее. Все религии хорошо, кроме, кроме ислама, сабханаллах, и так далее, и так далее. Что даже не так давно была погублена одна из них, известная одна египтянка, который один из наших шейхов Уззой называл. Говорит, когда ты читаешь описание Уззы во время пророка, этот идол, и видишь этого человека, это одно и то же, сабханаллах. Уззая, которая в наше время говорит, что Аллах избавил мусульмана от нее. И когда она умерла, один из таких же либералов говорит, да смилуется над ней Аллах. И она сама не веровала в Аллах, то есть если бы она была живая, она бы недовольна была, хорошо, то есть тем, что это говорят. Другие же говорили в этот момент, что говорят, что если она умерла, что нам говорить, да смилуется над ней природа, или что, говорит, нам нужно говорить в Аллаху мусульмана. Ауду биллах. Аш-ширк ухуа акбару л-мазахиби л-гаддама, ва гадзал каулю я дусу алейна л-а'ада имма минал ягуди ва л-масунию ау-гайри. Говорит, ширк это и есть самый-самый скверный путь. И эти вещи, говорит, то есть пытаются просочить в нашу, хорошо, религию наши враги из числа иудеев или же масонов или же кого-то другого. И некоторая молодежь как бы обманывается этим и думает, что это и есть правильно, то есть действительно нужно оединиться, до каких пор мы будем разниться и так далее, разногласить, нет, давайте все будем вместе и так далее и тому подобное, хорошо. Но на самом деле этим что желают? Желают, субханаллах, то есть разрушить, хорошо, то есть основы ислама, разрушить основы правильного вероубеждения. И поэтому если человек оставит ширк как он есть и не будет его порицать, то тогда, субханаллах, то есть акида просто уйдет. Оно не будет, оно никогда не будет. Всевышний Аллах, Субханаллах, непременно доведет свой свет до конца, то есть не будет такого хорошо, то есть даже если кафирам это, то есть ненавистно, не желают они этого и так далее и тому подобное, непременно Всевышний Аллах, Субханаллах, хорошо, то есть закончит начатое дело. Но они будут все равно стараться. И ты, как говорится, либо ты будешь тем колесом, который будет останавливать их, либо же ты будешь просто рядом стоять и смотреть, как хорошо перед тобой происходят такие великие, то есть скверные дела в Аллаху муста. Дальше шейх поясняет все эти вещи, которые пришли в хадисе. Тот, кто заплетает или же узелки делает на своей бороде. Берет, то есть как-то заплетает свою бороду. Ученые разногласили в тафсире этого. Почему это недозволено и почему пророк Али Сарат Усалам заявил о своей непричастности к такому человеку. Некоторые сказали, что это обычай персов, что они вот так делали. То есть у них были большие бороды, и они завязывали свои бороды, и делали из них хорошо узелки и так далее и так далее. То есть то, что они это делали, для чего? Перед воинами они ее так делали, проявляя хорошо высокомерие перед другими, что вот такой у нас вид и так далее и так далее. И нам запрещено хорошо подавляться неверующим. Второе. Аль-Мурад биги ахду лихая. То есть это первый тафсир. Второй. Аль-Мурад биги ахду лихая ти фи ссалла ли анна хаза мин аль аба ти фи ссалла. То есть другие же сказали, что здесь подразумевается, когда человек заплетает свою бороду, имеется во время молитвы. То есть молится каким образом? Когда он молится, сидит и вот так со своей бородой играется. Играется вот здесь, так делает, раз, это. Некоторые бывают свои ногти, так смотрят постоянно, как будто бы никогда я в жизни не видел, пока Аллаху Акбар не сказал и такбир на молитву не сделал. Блин, это по милости Аллаху Субхану Таре еще в наших здесь местностях, особо, насколько я знаю, не распространено. Но это если поедешь в арабские страны, Аллаху Акбар с первым такбиром, вот так вот, все вот так вот смотрят, что некоторые даже могут телефон доставить, посмотреть, обратно положить. Потому что это хорошо, то есть забава во время молитвы, то есть нельзя, ни в коем случае. И движение во время молитвы, которое не дозволил Всевышний Аллаху Субхану Таре, его посланник, а салату ассаляму. И это, говорит, нежелательно во время молитвы, потому что это указывает хорошо на то, что человек несмиренный. Нежелательно, это слишком добрый хокан, хорошо, то есть оно, если человек действительно долго играется, то человек выходит из молитвы. Молитва его становится действительно, это харам. Но если, например, человек, то есть, ну, отвлёкся хорошо и начал вот так делать, делать там и так далее, мы не говорим про то, когда у человека что-то чешется хорошо, и он об этом думает, да, дозволяется хорошо, то есть избавиться от этого и обратно, то есть продолжить молитву. Но чтобы это не было, раз, почесал здесь, почесал там, почесал здесь, почесал и так далее, и всё это время сидит хорошо, то есть чешется и так далее, не это имеется в виду хорошо. Это уже нежелательно и может выйти к тахриму, может дойти до степени харама и может, в принципе, нарушить молитву человека. Третье мнение сказали, что здесь, сюда заходит что, то есть те, то как занимаются своей бородой, хорошо, то есть можно сказать мужчинки, женоподобные мужчины. То есть женоподобные мужчины, когда они, то есть это особенно сейчас, это сильно развито так же, когда, то есть ты видишь какой-то человек, у него борода и ухоженная, как будто бы, субханаллах, только из салона красоты не вышла, а вышла. То есть то же самое, просто что, то есть борода тая, а не борода ты. То есть начинают они так делать, что как будто бы это какая-то часть от него, хорошо, как будто бы он какую-то деревяшку сюда положил и прям идеально хорошо, то есть ровная там и так далее и тому подобное. То есть это, то есть не мужское дело, хорошо, то есть мужчина этим не занимается. То есть да, оно действительно дозволяется тебе, то есть мыть, то есть чистить свою бороду хорошо, там использовать шампунь, иногда расчесывать ее, все это дозволяется хорошо или же как-то, то есть по-благому относиться к своей бороде и так далее и тому подобное. Но чтобы человек постоянно там брил, выравнивал ее там и так далее и тому подобное, это не дозволяется, более того, это не издеяние мужчин. То есть мужчина такое не делает. И из причин, почему это не дозволено, хорошо, вот этот хадис. Вот этот хадис из этих причин, то есть посланник, алейс-сарату, сказал, что он не причастен к такому человеку. И потом приходят люди и говорят, ах и борода это сунна, желательное дело, как бы есть борода, аль-хамду-ля, нет бороды, нет проблем и так далее. Субханалла, братья, люди раньше, то есть какое было понимание у людей раньше, у салифов, что когда, то есть бывает человек, он от природы, хорошо, то есть он от природы, когда мы говорим, имеется то, как Всевышний Аллах, Субханалла, его создал, хорошо, то есть не растет у человека борода. И бывали такие из имамов, у которых не росла борода, то есть это великие ученые и так далее, признанные ученые. И что люди говорили из сильной любви к нему, что если бы мы могли бы собрать деньги и купить ему бороду даже за тысячу динаров, мы бы непременно это сделали. То есть Субханалла, то есть мы хотели бы для него этого. У человека не растет, что ты сделаешь с тем человеком, у которого не растет, то есть он не виноват в этом. Понятно, хорошо, теперь какое мнение более правильное из этих трех мнений? Все заходят сюда. Тот человек, который делает это из уподобления персам, это харам. Тот человек, который это хорошо делает во время молитвы, это харам. И тот человек, который хорошо, постоянно его вся забота, чтобы он идеально выглядел там и так далее и тому подобное. Поэтому, братья, у нас пришло много-много хадисов о том, что посланник Алис Салатусам запрещал каждый день хорошо расчесывать бороду или же расчесывать голову. Запрещал каждый день хорошо умощаться благовониями. В то время как посланник Алис Салатусам от него всегда приятно пахло, всегда он был чистый и так далее. Но должно быть так у человека, что один день ты, например, хорошо не обмазался благовониями, не так хорошо от тебя пахнет. Быть может, придет время, хорошо это не говорим, что постоянно. Что ты тоже человек, что от тебя, например, где-то работал и так далее, не успел помыться и так далее, а тебя потом, например, пахнет. Чтобы это не было таким образом, что человек всегда там вонючка и так далее, носки воняет, потом воняет и так далее. Нет. Имеется в виду так, чтобы ты в итоге, когда вдруг от кого-то ты такое увидишь, чтобы у тебя не было какое-то к нему пренебрежительное отношение. И чтобы также мужчина оставался мужчиной. Чтобы не было его забота, что как я там надеваю там хорошо, там какие-нибудь голубенькое или же розовенькое и так далее. Ах и субханаллах. То есть это не издеяние мужчин, хорошо, или же постоянно он свою бороду, или же у него расческа всегда в машине, каждые три минуты он свою бороду. Ах и субханаллах, ты мужчина или же ты женщина? Или же по три часа стоит он перед бородой, хорошо. Это все, братья, не является издеянием мужчин. И более того, братья, многие из этих вещей, то есть пришли жесткие хадисы по поводу этого, это раз. Во-вторых, даже в этом хадисе посланник, алейс-салат, заявил о своей непричастности к такому человеку, хорошо. То есть я ну хи-хи, ха-ха, как бы, но, братья, то есть это та вещь, которая, то есть мужчина должен оставаться мужчиной, хорошо. То есть это, субханаллах, неправильно, братья, эти вещи, которые хорошо заходят там и так далее. Ты иногда видишь, братья, Аллаху Акбар, то есть хорошо там амбал здоровый там и так далее, и у него там шорты розовые. Эх и субханаллах, что это такое вообще? Или же какие-то там пальмы, эх и субханаллах, что это вообще такое? То есть на пляже, что ли, где-то, в Майами, что ли, в Майами-бич, или что у нас происходит? То есть поэтому, братья мужчины, должен оставаться мужчиной, и мусульманин должен хорошо описываться мужеством. Я имею в виду, что иногда люди, как будто бы на пляже, мусульманин ходит, там какие-то, я не знаю, розовые шорты у него, или же бирюзовые шорты и так далее, там пальмочки, или же скоро единорогов там будут, я не знаю, и радугу. То есть это, не издеяние мужчин. Если даже кто-то не знал об этом делать и так далее, пусть покаяться перед Аллах, или Аллах принимает покаяние. Хорошо. Потому что это очень часто. Посмотрите на братьев, хорошо, которые вот с такими бородами, и всегда Аллаху Мабарик, идеальная борода, как будто, Сабхан, каждый день в салон красоты ходит. У некоторых даже ногти, там, у тебя чуть-чуть что-то ногти отросли, там, на тебя чуть-чуть смотрят уже, там, скоро Аллаху Аля маникюрщиков тебе будут советовать, там, и так далее. Аллаху Мстан. То есть это все неправильно, это не издеяние мужчин. Или же завяжет на себе какую-то тетиву. То есть берет тетиву, как мы говорили на прошлом уроке, хорошо, то есть почему это делали? Потому что они старую ветхую тетиву снимали, надевали новую и говорили, что так как это участвовало в многих сражениях в ней, там, и так далее, то-то, то-то, надевают ее на себя, хорошо, и потом она, как будто бы, отгоняет, там, злых духов, и так далее, и тому подобное. Аллаху Мстан. Или же на свое животное они могли ее, то есть так же надевать эту тетиву. Аллаху Мстан. То есть на своего ребенка. То есть на ребенка. То есть или же на ребенка. Надевают для чего? То есть от сглаза, от порчи и так далее, как это делалось во времена джахилии. Что такое махалю шахид? Махалю шахид. Что такое? Магазин. Махалю шахид. Человек, которого зовут шахид, это его магазин. Да, махалю шахид это место в хадисе, по причине которого шейх привел этот хадис здесь. То есть, грубо говоря, сейчас закончим и вернемся к этому. Это шейх Абдурахман Ибн Ухасан. Кто такой шейх Абдурахман Ибн Ухасан? Кто такой шейх Абдурахман Ибн Ухасан? chorier Абу Хасан? Ибн Ухасан кто такой? Сын или кто? Или внук? Внук. Да, Абдурахман Ибн Ухасан Ибн Мухаммад Ибн Abduluhаб рахмия Ахалу махалю гавно. Который написал великый шах на Кита coupe, который называется... Бисоми Аллах. Айо? Фатуха المажид. Фатуха المажид. Фив шах Китабы التвахид. он говорил если такой хукам по поводу того, кто какую-то тетиву себе повесил то что говорить о том, кто связал свое сердце с мертвыми, погребенными какими-то, как они заявляют, праведниками и так далее прося их, исполнить их какие-то нужды, или же избавить их от какой-то печали и так далее то что говорить вообще про такого истинджа в арабском языке то есть это очищение от хорошо, то есть скверный, то есть человек когда пошел по своему делу, хорошо, то есть по большому или же по малому, когда он омывает это, либо же свой перед, либо же свой зад это называется что истинджа когда он очищает, то есть убирает след на джаз истинджа, и оно бывает у нас разных видов либо же водой, либо же камнями и подобным камням, то есть как бумагой там и так далее и тому подобное Потому что, говорит, человек, когда выполнит свою нужду человеческую, он должен помить это место водой или же камнем, или же что-то подобное. В то время были камни, брали несколько камней и отмывали хорошо это место и все. И в этом условии у нас является, раз уж тема пошла, три и более, нечетное количество, три, пять, семь, девять и так далее. Хорошо. И говорит шейх то, что если он объединит между этим и этим, это является лучше. То есть, если он водой, затем камнем, или же наоборот камнем, затем водой, на это нет довода. Есть один хадис, но он очень слабый хадис и нет, то есть на это довода. Многие из ученых, это ханбалиты говорят, но многие из даже ученых ханбалитов потом отказались от этого мнения, если я не ошибаюсь. Из них шейх Абдархмад Бу-Насар Ас-Саади, который Тафсир написал, насколько я помню, как будто бы он оставил это мнение. Но в любом случае, то есть оно не дозволяется хорошо, то есть неправильно является объединять. То есть человек, там, сначала бумагой или же камнем и так далее, потом водой или же сначала водой, затем камнем и так далее. То есть это не является правильным, или же не является более, там, ближе к Сунни и так далее. Более того, некоторые ученые запрещали это. Другой же вопрос, там, человек, когда в наше время говорит, там, чтобы там высушить место и так далее, не для того, что думает он, что это лучше, там, и так далее. Но даже это как бы можно еще, как говорится, в этом вопросе немножко по разногласиям. То есть имеется высохший навоз. Или же костью, то есть если он это сделает высохшим навозом, который стал подобен камню, или же костью начнет подтираться и так далее, говорит, то Мухаммад не причастен к такому. Не причастен к какому, который, во-первых, что делает? Заплетает свою бороду, или же играется со своей бородой во время молитвы, или же постоянно ее там ухорошивает и так далее, чтобы она везде была там в идеальных пропорциях и так далее, постоянно прихорашивается и так далее. Или же который себе тетиву надевает на себя, на свое животное и так далее и тому подобное. Или же хорошо, то есть подмывается костью, костями животных, хорошо, или же чем? То есть высохшим навозом. От всех этих людей посланник алейсалату ассалам сказал, что он не причастен. Если пророк алейсалату ассалам говорит, что он не причастен, это указывает на то, что этот грех какой? Большой. Что это из больших, из великих губительных грехов. И это, братья, страшная угроза от пророка алейсалату ассалама, которая указывает естественно запретность этих деяний. И причина последнего запрета, почему то, что высохший навоз и так далее запрещается, потому что говорит шея здесь, то, что кости и высохший навоз это, то есть еда наших братьев из числа джиннов, хорошо, то есть и также их животных. Аллаху алим, в данный момент, я не знаю, то, что я не помню, или же я не знаю, это не указывает на то, что в шариате такой хокм, но я не помню никакого довода на высохший навоз, кроме хадиса Абдуллаху ассалата, что пророк алейсалатам запретил. Но я не знаю, чтобы говорить, по-моему, я не помню, что в этом хадисе говорилось о том, что это еда джиннов. Но то, что пришло до столяна, что еда джиннов это кости. Кости животных, которые были зарезаны ради Всевышнего Аллаха. И то, что остались кости, эти кости нельзя там выкидывать на общую мусорку и так далее и тому подобное, хорошо, то есть нужно как-то отдельно в более чистое место, хорошо, то есть или же кидать там и так далее, или же как-то их, то есть там подмываться ими, и так далее, подобные вещи, хорошо, то есть это все запрещено. Почему? Потому что это еда джиннов. Еда джиннов. Томан. По поводу махалю шахид, даже хотели сказать, да. Что такое, когда говорят ученые махалю шахид мин аль-хадид. То есть то, то есть именно то место в хадисе, потому что хадис бывает указывать несколько хукмов сразу. И мы приводим в какой-то главе, или же приводя довод на что-то, мы приводим какой-то аят, какой-то хадис. Доводом на то, что мы говорим, является только одна фраза, также одна часть. То есть даже этот хадис, например. Этот хадис приведен из-за какого именно предложения именно в этой группе, в этой главе? В этой главе приведен хадис. Посланник алейсалату салям хадис, говорит, хорошо, давай, ты, брат, ответишь. Посланник алейсалату салям сказал, Ору вайфе, ты проживешь долго. Так скажи же людям, что который будет заплетать свою бороду, или же играться с ней, или же ухаживать за ней, там, чрезмерно и так далее, или же будет вешать на себя тетиву, или же будет подмываться высохшим навозом или же костями, то к такому не причастен Мухаммад салаллаху алейсалям. Где довод на ту главу, которую он приведет? Почему этот хадис приведен? Поэтому у нас глава, которая говорит о том, что заклинание амулетов, потому что пророк Алей Салатсом запрещал бороду заплетать. Или же что-то другое? Тетива. То, что человеку нельзя, не дозволяется на себя вешать тетиву, желая этим барраката и так далее. Если бы, например, у нас глава была бы, например, уподобление кафирам, тогда где был бы довод у нас из этого хадиса? Тогда была бы борода также, или же о том, что мужчина должен оставаться мужчиной, так же была. Или же если бы этот хадис был приведен в книге, например, омовение, про омовение, где говорится, то тогда где бы был? Или же чистоты и так далее, тогда уже последнее предложение. Понятно, да?